Слава Богу, друзья! Слава Иисусу Христу, Спасителю нашему Господу! Приветствую всех вас! Благоставляю его имя Господне! Сегодня пятница, у нас 3 апреля по гражданскому исчислению лет 2020 года. А в библейском исчислении сегодня пятница, непростая сегодня пятница перед Великой Субботой. Сегодня девятое Ниссана, 5780 года, если считать от сотворения мира по Слову Божьему, по Библии. Или же 3332 года от нашего исхода из рабства египетского. С чем поздравляю всех вас, друзья! Потому что действительно в каждом поколении, в каждой душе, в каждой судьбе Господь совершает свой великий исход. Из царства тьмы в царство света. В царство возлюбленного Сына Своего Господа, Спасителя всех народов Иисуса Христа. Аллилуйя! И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры. Ибо нет другого имени под небом, данного нам людям, которому надлежало бы нам спастись. Слава Иисусу Христу! Навеки слава Богу Святому! Аминь! Да, эта суббота называется Великий, Шаббат Агадоль. Великая суббота Великий. Оно звучит довольно интересно. Если оригинально, вот буквально переводить еврейский, оригинального языка, то звучит довольно, очень даже пророчески прям. Суббота Великий, Шаббат Агадоль. Потому что Шаббат это, да, значит, женского рода, а, значит, суббота, да, вы говорите тоже. А вот Агадоль Великий, буквально Великий, мужского рода. Интересно. И это такое одно из указаний на Машиаха, на Мессию, на Избавителя. Потому что, с одной стороны, мы вспоминаем события, сегодня вечером будем вспоминать события, и завтра днем, во время этой Великой Субботы, события 3332-летней давности, во времена Моисея произошедшие, когда брали агнцев, ягнят, и приводили их в свои дома, израильтяне, евреи и неевреи, все те, кто, одним словом, уверовали в Бога Израилева, все, кто поверили Моисею как пророку, человеку Божьему, все, кто поверили Богу Авраама, Исаака, Якова, потому что много и иноплеменников было, уверовавших и вышедших вслед за Моисеем, пошедших вслед за вождем этим, избавителем, тогда он был спасителем для своего поколения, действительно, это так. Но, с другой стороны, и много евреев, к сожалению, потомков Якова по плоти, так и не поверили Моисею, в конце концов, так и остались в Египте, о чем говорят нам древние еврейские предания, и о чем говорит нам сегодня наука, уже археология, история. Так что это не только древние еврейские предания ныне, ныне это уже исторический факт, подтвержденный археологией, подтвержденный историками. Интересный очень факт. Да, в традиции считается, что еврейской древней, что как минимум треть всех евреев так и не вышла из Египта. Они так и остались в Египте. Предпочли макароны по расписанию, как говорится, чем хлеб бедности мацу, но на свободе. Вот, но две трети вышло. А за место отпадшей, трети неверием отпадшей, природных ветвей отпадших, Бог привил тогда с разных, будем так говорить, диких дерев ветви. Привил, действительно, совершилось тогда чудо. Великий Геюр Бог совершил сверхъестественно. И с разных народов, населявших Египет, иноплеменники, да, присоединились к царству Израиля, к царству Божьему. Удивительное чудо произошло. К народу Божьему примкнуло множество душ. Да, множество иноплеменников. Вот, и если рабам, как говорится, нечего было терять, кроме цепей, то египтянам, многим вышедшим, да, было чего терять, было что оставлять. На самом деле, вот почему и роптали, наверное, многие из них, из неевреев, из евреев. Ну, не поймешь, там, знаете ли, много людей, действительно, вышедших из рабства, оставалось рабами еще внутри, в своем естестве, в своей душе. Недаром ведь, фактически, из мужчин только лишь два человека вошло в землю обетованную. Остальные так и легли костями в пустыне. Увы, увы, увы. Такой страшный урок для всех нас, друзья. Из 600 тысяч мужчин призывного возраста только лишь два человека вошло в Ханаан. Представьте себе, 40 лет, и каждый, да, ропотник так или иначе остался в пустыне. Но, по милости Господне, мы пьем чашу, пятую чашу, поднимаем бокал, как мессианского царства бокал. Царство Христа, и это кровь Христа. Именно ей мы входим в Царство Божье. Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо. Это чаша всеобщего спасения, благоставения. Аллилуйя, спасибо, Господь, спасибо. Ну, сегодня об этом поговорим. Сегодня как раз буду делать эфир, подключайтесь, друзья. Вот, и на пасхальные дни, конечно, с 7 на 8 апреля в этом году, 14 Ниссана, мы проведем тоже, начало 14 Ниссана тоже проведем в молитве, в бдении. И потом с 8 на 9 число апреля в ночь на 15 Ниссана уже проведем тоже ночь бдения, седр пасхальный проведем. И все дни будем проводить с пасхальной седрой. Вот все эти дни пасхальные, опресночные, так называемые дни. В этом году они продлятся с 9, получается, числа, значит, ну, 8, 9 до апреля и до 16 самого апреля, включительно, дни опресночные, дни святые, святки, да, будем так говорить. Да, это так. Хорошо, друзья, благоставляю всех вас, возлюбленные дети Божьи. Не ропщите, любите Господа, любите друг друга, живите в любви, чадо, любви и света. Благоставляю всех вас. Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир, во имя Иисуса Христа, бешэм иешуа ха-мошиах. Аминь, аминь, аминь. С парка Киота, с города Киева, с Украины, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Мир всем вам и благодать да умножится. Да, благоставляю всех вас, а наипадчик, конечно, всех священнослужителей нашей киевской архиепископии. Благоставляю. Аллилуйя. Аминь. Смотрите, какая красота здесь вообще. Не могу удержаться. Я все-таки приближу с вашего позволения. Да, просто полюбуйтесь. Еще мало где что пробудилось, но вот этот кустик уже... Смотрите, какой красивый, а? Какие цветочки. Какая красота. Здесь, кстати, сакуры. Прекраснейшее место. Красивейшее место. В Киеве. И одно из красивейших мест Киева, да, потому что сакура здесь цветет. Чуть позже тоже запишу видео. Как раз пасхальные дни, думаю, будут как раз цвести сакуры. Какая красота. Все дышаще хвалит Господа. И цветы, и трава. Все проставляет Творца. Царя царей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Продолжение следует...